Здорово, знаю. Они как раз и не должны ничего помнить. Да-да, я готов. У меня еще и железо новое. Мотоцикл, блядь. А колеса это то, что докидался. А можно? Мотоцикл, блядь. Мотоцикл. Я ее видел. Что это? Куртка Эвелин. Мятая и грязная. Похоже, давно здесь лежит. Ну, охуеть. И что это меняет? Такие, как он у меня заранее в черном списке. Ну, и в черный список немного другой. Туда попадать опасно. Вот когда я увижу его, Ваня Чириле, тогда пойду. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Твоя тёлка, как её, Баркер. Её тут нет. Это я уже давно понял. Где она сейчас? Думаешь, ты во всём разбираешься? Да ни хера подобному. Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Слушай, давай перейдём к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ. Её утилизировать. Ты её убил. Нет. Я нашёл Рипера, который хотел на неё посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. Давай фамилию и адрес Рипера. Фамилии не знаю. Не зли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою. Эвелин. И больше тут не показывайся. Ясно? Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебёшь, тем лучше. Доктор Фингерс, Чпок-стрит. Прям влажная мечта студентки. Не забывайте своё оружие. Хорошего дня. Если захотите снова оказаться в облаках, будем рады помочь. Да уж, весёленькое местечко. От такого веселья и повесяться недолго. Как думаешь, у этого Фингерса мы её найдём? Ви, если бы я был предсказателен, то не оказался бы ёбаным чипом в голове живого трупа. Как думаешь, у этого Фингерса мы её найдём? Ви, если бы я был предсказателен, то не оказался бы ёбаным чипом в голове живого трупа. Он понимает, ни о чём не думает. Тот же латекс, только живой. Это такой современный ветрочек. Вижу, ты не изменил мнение о кукольных домах. Нет, почему же? Раньше я считал, что их надо обходить за километр, а лучше за два. А вот теперь я совершенно уверен, что их надо выжечь напалом. Субмерзь yourself in orange hulsiness. Теончу, кумклотт for the soul. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. А, блядь! Ну это что за херня? Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнёшься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотел, чтобы я сдох... Это было давно, я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен, живым. Ты настолько больной на голову, что у меня слов не хватает. Да нет, я просто успокоился, подумал и понял, что раз уж судьба дала мне шанс, нужно им воспользоваться. Типа, развлечься по полной, увидеть северное сияние, мехобыков и стадо газелей на сафаре... Я хочу закончить то, что начал. Раз я вернулся в игру, надо уделать Арасаку. А для этого мне нужен ты. Меня ещё никто не вербовал в террористическую единицу. Слушай, погоди, я всё придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты наконец избавишься от чипа, а я раздавлю Арасаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Ладно. Что такое Микоши? Начнём издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Арасаке появляется возможность натравить на тебя и скин под названием душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью. Да. Так ты и стал конструктором. Именно. Молодец. Так вот, Микоши — это логово душегуба. Там он хранит энграммы всех своих жертв. Не понимаю, что общего у Микоши и моих проблем с чипом. Да, а умом-то ты не блещешь, как я посмотрю. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдём ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Аросаку? У тебя есть ещё одна бомба. И у бомбы есть имя. Альт Каннинген. Ни разу про неё не слышал. Это пока. Когда мы её найдём, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Вилья, ты всё-таки мне позвонил. Простите, сэр. Вилья, ты всё-таки мне позвонил. Эвелин уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому её списали и отправили к риперу по кличке Фингерс. О, сука. Еду к нему. Вдруг она там. Говорила я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Вилья. Вилья. Детские модели ничего не стоят. Разве что за процессор поставить? Какой ты сломался? Спроси у рипера. Так ведь тебя и съела. Ну, охренеть, вот это хруто. Эй, а ну-ка ни шагу дальше. Слышь, ты к кому? Я ищу рипера. Его зовут Фингерс. Знаешь, где его клиника? Допустим. А тебе он зачем? У меня проблемы с имплантом. Ты не с нашего района. Неужто другого рипера в городе не нашёл? Я слышал, Фингерс лучший? Ага. Лучший рипер для шлюх. Ты шлюха? Я нет, а вот ты, судя по всему, да. Ты слышал, что этот гондон сказал? Я хуею от такой наглости. Я бы повторил, но какой смысл? До человека с третью мозгой и на второй раз вряд ли дойдёт. Прости прощения, пидор! Чтоб заслужить моё прощение, надо быть кем-то. А ты, если так посмотреть, никто. Эээ, ты как разговариваешь, лил локко? Вау! Вот это... Так, ну ты даёшь, малыш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, а ну-ка ни шагу дальше. Слышь, ты к кому? Слушай, а мне проблемы не нужны. Просто дайте мне войти, и всё. А может, мне войти в тебя? Ладно, ладно, заходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лапу убрал, живо! Думаешь, я тебя боюсь, соска? Ты допиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Если она тебе что-то должна, иди и подавай в сумку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, можешь полить куда хочешь. Эй, тут очередь. Эй, куда вообще брешься? Родись и жди свою очередь, как все. Это кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы так до следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Не видела девушку с голубыми волосами? С кукольным чипом? Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно. Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю. Лучше его спроси. Мне надо с ним поговорить. Это важно. А мы сюда, думаешь, пришли ногти красить, да? Я вас могу пропустить. Вот тебе обязательно надо было вылезти, Митцы. А ты хотя бы постучи и спроси, когда он уже закончен. Это все-таки клиника. А не прачечное самообслуживание. Давай, иди. С ней все будет хорошо. Давай, пойдем. Поли вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нянх. Не волнуйся, глаз не привыкнут. Вон вроде все. Что, заходим? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Я ищу девушку по имени Эвелин Паркет. Она была здесь, в твоей клинике. О, ну теперь понятно, о чем речь. Где она? Сложный вопросик, дорогуша, честно скажу. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно? Да. Соберись, Ви. Ты же слышал. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркет. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно. Проходит время, и я их забываю. Прошу, располагайте ваши поп. Что-то не так? Тебе что-нибудь говорит фамилия Форест? Нет. У него прозвище Дубман. Он из кукольного дома. Ты... Ты с ним разговаривал? Дубман сказал мне, что давно уже перевез Эвелин к тебе в клинику. И что ты ему заплатил. Зачем она тебе понадобилась? Ты, наверное, слышался. Во-первых, я не потратил ни одного Энни. Это он должен был мне заплатить. Во-вторых, денежек я так и не увидел. Потому что не смог починить ее имплантик. Так что он оставил ее у меня. В качестве оплаты. Ты не охуел так говорить, кусок дерьма, а? Она, блядь, живой человек. Полуживой. Технически. О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но... Вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Ближе к делу. К делу, да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь. Или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Я тебя сейчас усмирю. Выблядать ты черепашей. С тобой даже разговаривать противно. Ее забрали ребята из студии брейнданса. Я даже не знаю, как их зовут. Говори конкретней. Что за студия? Они говорили про бабочку. Про Вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу. Спасибо, что вы остаетесь с серьезной деньгой. Я не отрицаю. Но какой процент эта сумма составляет от их бритв? Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Вин, ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение. Наши общие проблемы. Я связался со своим старым другом из Арассаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Старый друг, у которого есть связи с влиятельными людьми? Что за намеки? Давайте ближе к делу. Я говорил, что буду пробовать варианты. Стучать в разные двери. Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне. Что происходило в кампэке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим. Но с чего-то надо начинать. Ладно, где и когда встречаемся. В Джапан Тауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да. Наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил. Может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Есть идеи получше? На самом деле, да. У сайта удовольствия Найт-Сити есть зеркало в Даркнете. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. Да, думаю, ты права. Давай посмотрим, что на этом сайте. Ага. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть. Я подожду в машине. Эй, эй, Чумба! Это что за наебалово? Тут же не хватает четырех кусков! Я столько получил от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай! Я не с Пабло работаю, а с тобой. Если что не так, отвечаешь тоже ты. Я бы тебе прямо сейчас кишки выпустил, но тогда ты не вернешь мою долю. Дерзкий, что ли? Давай, рискнее. У нее день рождения. Она сама просила. Что? Зачем мне выдумывать? Ты себя вообще слышишь? Ничего страшного! Мне нужно что-нибудь сырое, настоящее. Я зайду как-нибудь ещё. Наверняка. А ты что, покупаешь что-нибудь, или так и будешь клиентов отпугивать? Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мёртвой головы. Хм. Да-то я гляжу из ценителей. Только учти, мёртвая голова и стоит по-другому. Ну, покажите, что у вас интересного. Спасибо за меня. Приятно иметь с тобой дело. Залезай. Привет. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я походу редактировать. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Виль, я включила режим изменения. Можешь осматривать, что хочешь. Баба из мусорщиков. Кто бы знал. Заказ недавний. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танако и Роджерс. Типично для помойки. Спецовка с нашивкой Корпоэлектрик. Это наверняка мусорщик. Других таких стелек в Найт-Сити не найдешь. О, этот божественный аромат синта-кофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Кофе остыл. Явно стоялся вчерашнего дня. А пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы поздравить эту курсу вас. Короче, ищем станцию лекаря, на каждом с которой есть Бак и Слайс. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки. Бак и Слайс. В любом случае, нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Других зацепок у нас нет. Других зацепок у нас нет. И мы на месте Ну что, идем? Найди пока вход Я останусь и проверю подсеть Может, там остались какие-нибудь планы комплекса Как только что-то найду, присоединюсь А пока будем на связи Ладно, я пошел Продолжение следует...